Она просто встала и стоит. Нам вот совершенно мы не знаем, чего там она встала. Просто встала и встала. А сейчас, Аксиня, придумайте! Но это мизансцена. У нас же сцена, да, вот эта? То есть она заняла определенное положение. Она актриса. Она заняла определенное положение, но она еще не включилась. Она еще ни о чем. Она не в образе, она не играет, она ничего не придумала. А сейчас займите положение, пусть ракурс останется спиной, но используйте руки, используйте все, что вы хотите, но включите себя, чтобы мы могли прочитать ваш спинной ракурс. Для чего вы туда встали вообще? Не поворачиваемся. Не поворачиваемся. А движения какие-то делать можно? Делайте. Ничего не приходит на ум, Аксиня? Нет. Ничего. Так, у Влада пришло. Аксиня, возвращайся. У Влада пришло. Иди в подальше. Так, та же сам. Сначала просто встань. Вот ни о чем стоит парень. Так. Работай, включайся. Не угонишь, как? Так, что он делает рукой, вам видно? Нет. И мне не видно. Что мы можем сказать по его постановке, его, да? Вот он стоит. Ну, он сосредоточен. Да, ну, верен. Да он вальяжный и развязный совершенно. Ну, он типа рисует, но это как-то неправильно. Так, Влад, я тебе усложняю. Во-первых, ничего не понятно, что ты делал, у тебя правая рука тебе не видна. Что ты там щелкал, что ли, стоял? Понятно. Но это можно было, понимаете, можно, конечно, догадаться. А я сейчас тебе усложню. Встань, то же самое. У тебя нет шкафов слева и справа. Шкафов нет, у тебя только стена. Работает. Думайте все, сейчас каждый будет пробовать. Включайся, включайся. Тихо, 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 смотрим на Влада. Сейчас каждый попробует. Будите, будите свое воображение. Стена, там стена. Все, нет у него шкафов. Стена. Шкафов нет, ни слева, ни справа. Включи, чтобы мы могли прочесть твой спинной ракурс. Так, молодец. Что? Читаем. Устал. Так, устал. Нет, он думает. Думает. Он плачет. 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 То есть, еще, еще. Но для пьяного нет. Много вариантов. Много вариантов. Он расстроен, чем. Итак, совершенно верно. То есть, вы читаете основные. Он расстроен. Он может плакать. Он может плакать. То есть, если сейчас пойдет речь... Повернись. Стань точно так же. Скажи сейчас любую фразу. У тебя рука была еще левая об стену опиралась. Да, вот так. Скажи сейчас любую фразу какую-нибудь, чтобы мы отмели какие-то варианты. То, что было сейчас произнесено. Какую-нибудь фразу скажи. Ты скажи, ты сам вообще придумал, что с тобой? Я не знаю. Просто как будто усталость, усталость. То есть, ты устал. Ты просто устал. Так, хорошо. Хорошо. От усталости. Скажи, от усталости мы какие-то... У нас какие-то эмоции есть? Мы какие-то возгласы, когда мы устаем, мы произносим? Вот и сделай, пожалуйста, нам, если ты устал. Все. Поняли? Все, он устал. А если он плачет, что будет? Все, он начинает хлюпать. Мы знаем, что он там стоит и плачет. Вот он швыркает носом, значит, он плачет. Ему даже говорить ничего не надо. Влад, спасибо. Следующий. Меняем. Меняем ситуацию. Да, пожалуйста, Женя. Я не знаю, как будет или понятно. Все будет понятно, если ты сыграешься. Если ты сама для себя решила, что ты там стоишь. Итак, смотрим на Женю. Она забирается с темой. Она думает, что какие обои сюда попыли. Так, еще варианты. Она обиделась на кого-то и отвернулась. Так, еще варианты. Ее в угол поставили за плохое поведение. Так. Она накинала. На лопарах. И все. Она просто отдыхает. Ну, вот этот жест, да, вот то, что у нее руки, да, она сложила руки. То, что она стоит, вот у нее спина прямо. Сейчас, опять же, если она подаст текст, если она хоть одну фразу скажет, мы сразу же поймем, да, до конца. Мы можем, опять же, нанизывать. Вот мне тоже показалось, что она либо обозлилась на кого-то, отвернулась. Женя, свой вариант есть? Да. Хорошо, молчи, молчи, молчи. Пока ничего не говори. Еще давайте, кто что еще сказал? Обои выбирает. Обои выбирает. Она смотрит на стену и выбирает, какие же обои подклеить. Так, я хочу сейчас сразу же сказать по поводу обоев. Женя, ты стой. Дополняйте, пожалуйста. Почему отметаем 100% обои? Потому что надо подальше стоять. Совершенно верно. Если мы что-то выбираем, мы отходим, мы смотрим. Ай, ну ладно, давайте так, картину она смотрит. На картину смотрит? Ну она как-то так жестко на нее смотрит. И мы же имеем пустую стену. Да, кстати. Пустую стену. Такого же было, чтобы чистая стена. Без всего. Да, как бы было. Без всего. Она все обиделась. Она обиделась. Скорее всего, она все-таки обиделась и отвернулась. Женя, ваш вариант? Я обиделась. Значит, мы попали? Да. Кто первый сказал, что обиделась? Лиза. Лиза, молодец. Лиза, она действительно обиделась? Молодец. Хорошо, Лиза, пожалуйста. Значит, на возможности предметы. Я не знаю. Предметы. Предметы никакие брать не надо. Вы можете просто использовать стену и можете, если хотите, у вас может быть добавлено, как вот сейчас с Владом, да? То есть он вздохнул, потому что он устал. Мы включили эмоциональный фон, то есть пошла эмоция, эмоциональный клич, и он начал швыркать. То есть все, мы сразу поняли, что он там плачет. Лиза, пробуйте. Соседи не сошлись. Может, она себя разочарована в чем-то? Так, еще. Она думает, о чем она мне. Может, ей что-то не получилось. Она огорчена. Она расстроена. Она сейчас с тебя зовет, Ансуха, она нас ждет. Вы не попали. Лиза, я так полагаю, что мы не попали в правильный ответ. Она сейчас будет долбиться лбом до тех пор, пока мы не скажем точно. Давайте работать. А если все-таки быть точной? Вот смотрите, мы только что говорили, девушка ждет около беседки. Просто мне кажется, расстроили, а ты была по-другому. Извините. Из-за чего все-таки ты должна придумать? Из-за чего? Амплитуда может быть... Я сказала какому-то человеку, что это обидело, меня это расстроило. Я подошла, как такое можно было сказать? Ага, ах, как такое можно сказать? Это совсем уже другое. То есть тебя, ты посчитала, что то, что тебе сказали, это было оскорблением. Тебя оскорбили? Потому что я оскорбила. А, ты оскорбила? А, то есть ты кого-то оскорбила. И ты себя, своеобразный такой мазохизм, да, такой, ах, я такая, стекая. Вот, понятно. Принимается? Да. Принимается. То есть она, знаете, такое, прямо самоистязание устроила на себе. Ну, как ты, Лиза, могла такое? Принимается. Следующий кто? А можно голову приповорачивать? Или в числе стены? Ну, у нас спинной ракурс. У нас спинной ракурс. Если ты повернешься, значит, уже будет. Ну, кто готов? Пробуйте. Саша, пробуй. Только чисто чувства, да? Ты сначала придумай ситуацию. Вот здесь видишь, Лиза, а ну как я могу? Я не могла такое сказать, а? Ну, не дура ли я, а? Ну, не балда ли я? Она об стену, значит, здесь обиделась она. Сто процентов обиделась. Статика. Ничего не надо было. Но сразу прочитали. Если хоть один из вас в группе прочитывает, значит, актер сыграл. Даже один. Вот прочитала Лиза. Вы же не договаривались. Не договаривались. Ну, Саша, пробуй. Ну, я думаю. Просто нельзя же предметы... Что значит предметы? В руки, что ли, брать? Нет. На стене, допустим, на картинке. Нет. Голая стена. Голая стена. Така ради бога. Вы можете повториться, ребята. Не будет одинаковой подачи. Вы актеры, вы разные. Вы можете повторяться. Аксения, что-нибудь пришло? Нет. Ну, самое первое. Не знаю. Прямо сейчас вот. Иди, Влад. Да перестаньте. А звуки можно здесь давать? Конечно. Звуки можно. Можно даже... Только я вас очень прошу. Сначала, прежде чем пойдет... эмоциональным фоном вашей звуки, вы сначала все-таки статично встаньте. Может быть, кто-то прочитает. Может быть, кто-то прочитает. Это не ухо. Это не ухо. Это не ухо. Это не ухо. Все, с этим понятно. Есть другая версия? Вика, что такое? Ну, если бы... Так, придумала Вика. Вика придумала. Смотрим Вику. Так, очень хорошо, Вика. Очень хорошо. Вика, хорошо, Вика, хорошо. Стой, 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 пока не ответят. Работай, работай. Да, о, хорошо как. Она не думает о чем-то, она думает. Так, еще. Может быть, она тоже расстроена. Еще варианты. Вика, ты продолжаешь делать до тех пор, пока не скажут правду. Я, скорее всего, думаю, что просто сделала что-то она, а не ей. Нет? Нет, нет. Она сможет. Плачет, плачет. Ей, может, изменил парень. Она не понимает. Да, она же. Что, Вика, Вика, что? Правильно сказала. Женя? Ой, Лизавета сказала? Парень изменил. Лиза сказала, что парень изменил. А мне, наоборот, казалось, знаете как? А мне казалось, что вы мучаетесь. Ну, какая я дура. Ну, почему я упустила его? Почему он к Женьке-то ушел? Я вообще... Ну, что он думает, да. Так, это, понимаете, как бы... Вы-то должны точно знать, что вы. Либо вы, либо по отношению к вам. Либо ты себя обвиняешь. Либо ты себя обвиняешь. Да как я могла? Вот этот жест, когда вы руки, обе руки... Встань еще раз. Встань еще раз. У тебя обе, вот обе руки. Ты думаешь, ну, как я могла? И корпус у тебя, ну, как? Корпус-то, пожалуйста, работает. Ну, что я? Ну, как дай ты к небесам, вот туда голову. Ну, почему я? Ну, почему я так поступила? Молодец. Хорошо. Хорошо. Не делайте это все в полноги. Делайте это со всей силой. Кроме, конечно, того, чтобы головой бить о стену. Пожалейте себя. А так-то... Да, не больно. Включайте, включайте свои эмоции на полную катушку. Так, готова, да? Я. София готова. Не знаю. Не знаю. Давай, мы учимся. Софья. Софья. Она обижена. На кого? Она... Её обидели. Потому что она стесняется. Она стесняется. Её обидели. Стесняется. Она так... Верьте, это это... Ну, может, он смотрит, там... Она замущённая. Ну, ещё, ещё, ещё. Её обидели. В угол поставила мама её. Да. В угол. Опять я отгадала. В угол поставили. Поворачивайся. Постойте там. Поворачивайтесь лицом. Смотрите, ребят, что происходит. Смотрите. Спина. Когда она повернулась лицом, посмотрите сразу же, что работает. То же самое. Та же самая ситуация. Руки. И что вы видите? Мимика. Что вы... Мимика. Она губёжки-то надула. Ей обидно, что её поставили в угол. А с другой стороны, понимаете, первоначально, когда вас наказывают, хоть в детском возрасте, хоть сейчас вам там по 19 лет, кому 18, кому 20, что происходит изначально? По нашей психологии мы обижаемся на всё. Проходит время, мы начинаем понимать, что вообще-то я не права. Мы плачем за всего, а когда мы... А потом идёт переосмысление, что вообще-то я... Я же была не права. А чего обижаться-то тогда? Да. Но сначала нам себя жалко, забидели. Поэтому у нас и губёжки, и трясутся губёжки, и у нас они вот такие. Легче прочитать, когда вы в фас стоите? Да. Потому что мимика, глаза, всё сразу же. А когда спина, приходят как раз навстречу вот эти эмоциональные, да, какие-то кличи, всплески, что-то, какие-то фразы. Если уже действительно мы зашли в тупик, и эту позу можно прочитать по-разному. По-разному можно прочитать. Хорошо, София, садитесь. Кто следующий? Татьяна, родила замысел? Только не то, что ты не знала. Нет. Что, Татьяна? Что? Что нет? Александра, когда? Когда что-то родится у вас? Думаем, думаем. Я вспомнил. Пожалуйста, Жень. Да, вы можете. А что же нам? Мы уже учимся. Я думаю, что с нами пойдёт. Так, сейчас я... Одевается коротко. Ой, она стёгивает пуговицы. Нет, вы будете. Она настёгивает. Так. Она есть, по-моему. Юбочку, брат. Ну, точно. Юбочку. А ну, что после душа? Из той устины, да? Ну, чтоб никто не видел. Она, посмотрите, как долго всё это одет. Значит, мы не туда. Зашивает она чё-то. На себе? На чё, нет. Кто-то пришёл, я... Нет, она замок застёгивает, он зашли её. У неё замок сломал. Да, правильно, Влад. Ну, как бы... Ну, вообще, я думаю, он разошёлся, но как бы одно и то же. Это что, замок я не могу застегнуть, поэтому я приду лось к стене, чтобы... Угу. 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 А чего не хватило? Почему сразу не могли прочесть? Наверное, было непонятно. Я думаю, руки не видно. Так, а что надо было сделать, чтобы нам помочь прочесть, если замок сломался? Психовать. Так, естественно. Во-первых, психоз. Во-вторых, больше амплитуды. Дёргаешь его. Дёргаешь его. Если бы рука, встань. Встань к стене. Я в этот момент поняла, что лицом-то я это делаю, но вы-то этого не видите. Так вот именно. Вот именно. Так... Ну, там всё, разрываешь. Я не знаю. Мы правой рукой... Таня, подожди. Таня, иди попробуй, то же самое, хорошее. Да, если пухови, допустим, да. Нет, рубашка. Так, вставай и показывай. Рубашка длинная, короче. Давай, Татьяна, давай, та же самая ситуация. У тебя замок заклинено. А, шли. Так. Вот. Всё. Ну, вы почувствовали? Она же всё показала. Она же, в принципе, она всё показала. Но у неё... У вас была кофточка короткая, вы там знаете. У неё был пуховик длинный. Она наклонилась там. Так, помогите нам прочесть. А здесь действительно, здесь не хватало психоза. Психоза прям... Вот это амплитуды шире, да, рукой, вот это она бы помогла нам прочесть. Кто ещё не был у стенки? Саша. Саша. В стене. К барьеру, молодой человек. Это моя ситуация. Саша, давай, 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 давай. Саша, давай. Давай, Сашенька, давай, работай. Тоже психоз покажи. Сначала ничего не говори, ничего. Попробуй просто всё-таки мыслить. Твой замысел, возможно, будет нами прочитан и без всяких там дополнительных возгласов или ещё что-то. Сначала попробуй занять такую позу. Может быть, ты её займёшь именно такую, что мы прочтём. Станешь так, что мы прочтём. По-психой. Не, я сейчас ещё думаю, не знаю. А может, предмет какой-нибудь используешь, но на стенке? У нас чистая стена. Ничего нет на стене у нас. Ни картин, как предлагали тут. Она вообще голая, даже обои в неё не обклеены. Просто стенка. Чистая стенка. Просто твой, что ли? Ну? Что ли? Знаете, о чём думает сейчас Саша? Вот при таком вот жесте. Он думает, сейчас я сейчас тут что-нибудь напишу. А вот сейчас я вам напишу. Здесь был Саша. Сильно чистая стена. Сильно чистая. Вот он и думает, где бы мне написать? И чем бы написать? А поищи. Допустим, понимаешь, ты такой мальчик пакостный, который везде в туалетах. Давайте представим себе, что Саша по характеру... Повернись сюда. Повернись пока сюда. Саша по характеру такой мелкий пакостный. Где бы он ни был, он везде пишет одну и ту же фразу какую-то. Да? Здесь блышу, да. У тебя всегда... Так, ты полез в карман. У тебя всегда с собой есть либо баллончик... Что у тебя? Милок. Я не знаю, либо баллончик какой-то... Милок лучше. Баллончик он громоздкий, а милок так можно показать. Милок, да. Милок. Хорошо. А вот теперь смотри. Для того, чтобы нам понять, Саша, вот из-за пазухи вот мы можем там не совсем прочесть, хотя жесты будут понятны. Сейчас у тебя такая задача. Оставляем эту ситуацию, что ты... У тебя рождается мысль, очень чистая стеночка. Здесь я еще не был. И здесь надо кое-что написать. А лицом, да? Нет, не к нам лицом. Сейчас ты отвернешься. Но ты не помнишь, куда ты последний раз положил свой этот... Милочек. Да, да, да. Так, работаем, Саша, работаем. Сначала идет оценка на стену. Да, хорошо. Голова работает, смотришь, оцениваешь стену. Очень чистая стеночка. Так. Так. Все, все, все. Понимаешь, Саша, все хорошо, но только ты так быстро сразу... Можно было и здесь поискать, и впереди. Не, ну, может, ты сразу нашел. Ну, сразу нашел. Ну, так нам-то хочется, чтобы ты больше поиграл. Итак, прошу, присаживайтесь на место. Присаживайтесь все на место. Можете за парты до конца. Вы просто садитесь как-то, да, вот так. Вот так. Итак, и так, мои дорогие. Так. Вот они все какие красивые. Будущие актеры, будущие артисты. Наш урок подходит к завершению, и мне хочется что сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА